Федерация боевых искусств продолжает встречать своих гостей. Сегодня у нас также присутствует Виталий Варченко, представитель Федерации Монатай, тайского бокса. Недавно мы знаем, что ваша команда вернулась чемпионата Украины по кикбоксингу. Достижения немалые, хорошие, успешные у вас. Можете поделиться, как все-таки прошел этот чемпионат, сколько было команд и сколько ушло времени на подготовку? Добрый день всем, спасибо за приглашение, за прежде всего. Начну сначала, чемпионат был, чемпионат Украины по кикбоксингу ИСКО, федерация ИСКО, кто знает, есть ВАКО отдельная федерация, есть в Украине у нас ИСКО, тоже официальная федерация. Мы сейчас, как федерация тайского бокса, в основном, ну параллельно сейчас открываем тоже федерацию кикбоксинга ИСКО, будет другой президент, но я там тоже буду как вице-президентом. То есть на базе одной команды, в принципе, тайский бокс, кикбоксинг, мы по кикбоксингу участвуем в одном разделе, мы не участвуем там лайк-контакты сами, мы берем КА-1, то есть самый жесткий контакт, он максимально приближен к нашему тайскому боксу, за исключением отсутствия локтей и клинча. Все остальное там можно, колени, руки, ноги, все работает, поэтому он нам очень такой близкий, тем более, что КА-1 проводит, как сказать, самые профессиональные турниры в мире, они все проводятся по КА-1, поэтому такое хорошее перспективное направление. Ну, чемпионат Украины был довольно серьезный, большой, 22 области, по-моему, было, много разделов было представлено, там всех не помню, в кикбоксинге там все, что есть разделы, но в весах, вот по нашей версии КА-1 людей, честно говоря, немного было, больше представляют такие лайк-контакты сами, в общем, там, где не сильно бьют, скажем так, там, где бьют сильно, всегда людей мало, и в тайском боксе маловато сейчас, ну, я думаю, всем знакомо, что взрослые не очень хотят сейчас участвовать в серьезном спорте, да, особенно где там борьба, знаю, очень развивается, а что бокс, что кикбоксинг, людей немного. С подготовки начнем, да, ну, учитывая наши условия, подготовились мы довольно хорошо, сейчас с залом, так сказать, своим небольшие проблемы, поэтому в любом случае там, ну, ребята, кто не знает, да, то к любому турниру надо готовиться долго и серьезно занимать, 6 раз в неделю это минимум, то есть заниматься надо каждый день по 1,5-2 часа, поэтому как-то ухитрялись, умудрялись там, давал какие-то домашние задания спортсменам, делали физподготовку дома, делали физподготовку в тренажерном зале, когда зал единоборств был занят, да, конечно, это неотъемлемая часть, то есть все ребята, кто там готовятся как-то к соревнованиям, тренироваться дома, это тоже обязательная вещь, то есть элементарная вещь, там, утром сделать полчаса пробежки, какой-то турник брусья по отжиматься, зарядка, это должен делать каждый сам, то есть для этого вообще не должно быть контроля и напоминания, ну, кто занимается уже там на соревновательном уровне, это все прекрасно понимает, некоторые могут думать, что там 3 раза в неделю позанимаюсь, часики выйдут, там, всех побьют, такого не бывает, не летайте в облаках, да, потому что, ну, каждый день тренировки, это просто обязательно вещь, тем более, учитывая, когда уже идет там подготовительный период, 2-3 недели до соревнований надо заниматься 2 раза в день, то есть, поэтому там получается в неделю 12 тренировок, это не учитывая, там, каких-то утренних пробежек, это вообще, это не тренировка, это просто зарядка, там, пробежаться утром и турник брусья какие-то сделать, да, просто, там, тайцы, да, в Таиланде, они там с детства бегают с утра в десятку, и на вечерней тренировке, там, 5 километров или какие-то спринты делают, то есть, у них на бег вообще это все так повернуто жестко на ноги, там, или скакалки 30 минут, ну, все это на дыхание очень важно, и вот были на соревнованиях, очень много проигрывали, из-за того, что не хватало именно физической подготовки, там, первый раунд он рубится, как сумасшедший просто, все, судьи отдают, ему первый раунд там видно, а второй раунд все сдулся, и тут потихоньку-потихоньку начинает перебивать, где-то колено вдал в солнышко, и все, на этом все кончилось, поэтому физическая подготовка очень важна, дыхание. Ну, этот вот чемпионат Украины, который проходил, вы возили своих учеников, они оправдали ваши надежды? Ну, относительно оправдали, ну, вез я всего 4 человека, и для троих из них это были первые соревнования, и сразу на таком уровне чемпионат страны. Как бы на этом чемпионате Украины отбиралась сборная на чемпионат мира, который будет осенью, поэтому, ну, съезжались туда, естественно, все за победой. Трое человек хорошо, да, очень достойные, как бы, трое человек хорошо выступили, один, ну, еще 10-11 лет выступал, так, немножко испугался, подзажался, ну, тоже неплохо, в общем, для первого раза отлично. А в каких соревнованиях еще вы имеете желание принять участие? Какие самые ближайшие? Чемпионат Украины по тайскому боксу будет, туда уже, наверное, поменьше людей поедут, потому что по тайскому боксу будет еще все серьезнее и страшнее там все, там намного все жестче. Там многогранность, надо по кикбоксингу, поехали по кикбоксингу. Да, я повторюсь, мы же выступаем, как бы, в очень похожих дисциплинах, поэтому это не то, что мы там где-то, и то тайские, ну, представители тайского бокса, по крайней мере, в странах СНГ, все равно основа, это у нас бокс, кикбоксинг, все выходят с бокса, и параллельно, когда занимаются тайским боксом, руки подтягивают из бокса, это однозначно у нас не Таиланд, хотя и там сейчас тоже это все делают, потому что, поэтому, даже я знаю, что с федерацией тайского бокса очень успешно ребята по боксу классическому выступают, параллельно, просто заявляются от клубов боксерские, выступают. Если вот, кстати, вы, может, помните, был бой по профессионалам в Беселле, когда дрался наш черкасский боксер с Мельником, то есть за пояс чемпиона Украины по профессионалам, вот Мельник, он представитель тайского бокса, как раз, ну, то есть, вот, как бы, да, боксирует за пояс чемпиона в боксе, но он официальный представитель тайского бокса, он ездит сейчас, был недавно на чемпионате Европы, там выиграл пока один, по-моему, турнир, поэтому так все, оно очень близко и рядом, и мы не заявляемся там на лайк-контакт какой-то, на показательное выступление по кипу, этого мы не знаем, да, тут спорить я не буду, но все это очень рядом у нас. А скажите, еще такой вопрос, вот, если молодые ребята захотят, вот, в принципе, пройти на тренировочку, ну, вот, с нуляшки, которые ранее не занимались, они не могут это? Конечно, без проблем, сейчас, наверное, больше половины ребят, это те, кто с нуля, причем возрастные категории, там, от 16 до 40 лет ходят, занимаются без проблем. То есть, есть желание, приходи в зал, пожалуйста. Да, без проблем, без проблем. Сейчас, конечно, группа одна на данный момент, но все равно, как бы, задания у ребят разные, то есть, нету такого, что там, да, там, чемпион работает с тем, кто пришел первый раз. Потому что бывает такое, да, ну, кто знает, у меня есть там онлайн, да, свой канал, все это, и много ребят мне пишут там со всего мира. И вот вчера буквально получил письмо, говорит, парень, я занимался по вашим видеокурсам дома, ну, понял потом, что все, вот, я набрал форму, там, мне пора идти в зал. Я, говорит, на стол по кикбоксингу зал, пришел, сказал тренеру, мне там 31 год, он написал уже, я вообще никогда не занимался, вот я пришел первый раз. Тренер, говорит, на первую, на вторую тренировку, там, с общей группой позанимался, а на третью тренировку, говорит, давай спарринг. И тренер с ним новичком встает, говорит, поломал мне ребро, разбил нос, то есть, и говорит, это вообще нормально? Ну, спрашиваю, так должны проходить тренировки? Говорю, нет, так тренировки проходить не должны, тренеру видать просто скучно, и он, как бы, самоутверждается, избивая новичков, которые, там, второй раз пришли на тренировку. Поэтому у нас такого нет, у нас новички работают с новичками в парах, то есть, опытные ребята с опытными, никто никого не избивает, не бьет, ну, в этом нету смысла, как бы, это да. Кто еще помнит советскую школу бокса, да, тогда там было, да, то есть, бесплатная группа, 1 сентября 40 человек зашло, 2 сентября спарринг, все со всеми, мясо, кровь, везде летит, 4 сентября осталось 7 человек из 40, и они продолжили там дальше заниматься, да. Это была советская школа бокса, так, потому что там конкретно... Ну, Виталий, я так понимаю, что может любой прийти в ваш зал, потренироваться, а куда именно можно обратиться для всех желающих, кто заинтересовался прийти? Плазма-джим, перекресток Шевченко-Котовского, торговый центр Плазма, Понедельник, Света, Пятница на 19.10, это общая группа. Я так, конечно, провожу еще индивидуальные тренировки, и дети, взрослые, все сейчас тянем чуть-чуть, подтягиваем у кого есть желание. Так что без проблем, главное желание в нашем деле, все остальное будет. Еще такой вопрос, Виталий, как вы относитесь все-таки, что сформировалась такая небольшая общественность разных видов боевых искусств, мы знаем, что вы также в этом году приняли участие в этом фестивале. Как, скажите, ваше впечатление и отношение к этому? Да, отлично. Надо собираться, все равно все делаем одно дело, и поэтому друг другу помогать обязательно надо. Я бы еще даже такое что-то придумал, как обмен опытом, вот я говорил когда-то. Я думаю, это очень важно, потому что кто занимается серьезно, особенно боксеры, если вы знаете, они всегда ходят по разным залам на общие спарринги, особенно перед серьезными турнирами. Вот просто для себя там собирать в каком-то зале большом, чтобы с каждой единобор собрали, определили там правила кикбоксинга, там те, кто с борьбой, правила там ММА, все. Собрали, всегда будет очень интересно, очень полезно для всех. То есть там хортинг, ММА, кикбоксинг, все между собой отменялись, свои ошибки учли, получили опыт какой-то, поспарринговались, вообще здорово будет. Наверное, такого мало кто проводит вообще, и для опыта очень важно это все. Спасибо, Виталий. Сегодня с нами был Виталий Варченко, и мы желаем вам побед. Спасибо, спасибо.